Здравствуйте! Сегодня первое занятие из второго раздела Первоначальные сведения о строении вещества И тема нашего урока Строение вещества Мы в своей жизни очень часто сталкиваемся с различными физическими явлениями И нашего жизненного опыта вполне хватает, чтобы объяснить многое из увиденного Ну, например, каждый из вас вполне сможет предположить, чем закончится данный опыт И закончить фразу, которую я буду говорить Если поставить термометр в сосуд с горячей водой, то уровень ртути в термометре поднимется Если положить кусочек льда в кипящую воду, то лед расплавится Если развязать завязочки воздушного шара, то воздух выйдет из воздушного шара Безусловно, с этими простыми физическими явлениями вы элементарно справитесь А вот так ли легко будет ответить, ну, например, на такой вопрос Одинаково ли поведет себя капля подсолнечного масла, если поместить ее на поверхность стола или на поверхность воды? Вы уверены в своем ответе? Или же вы сомневаетесь? Или, например, вы собрались построить модель самолета или аэроплана И выбираете материал для его постройки Какими свойствами материала вы будете руководствоваться для выбора? Подобные вопросы уже вызывают определенные сомнения И хочется поставить опыт, чтобы убедиться в том, правильно ли вы решили Наверное, это происходит потому, что нам не хватает сведений о строении веществ Именно об этом и пойдет сегодня речь Мы с вами поставим ряд опытов, чтобы понять, какое же строение имеют различные вещества Цель нашего сегодняшнего занятия – увидеть многое в малом Возьмем кусочек мела Можно ли его разделить на части? Да, безусловно, можно А еще на более мелкие части? Можно А еще на более мелкие? Можно Достаточно провести по нему рукой И на пальцах останется след Что это? Это частицы мела В этом сосуде подкрашенная жидкость Можно ли разделить ее на более мелкие порции? Безусловно Возьмем второй стакан и отольем немного жидкости Что находится здесь? Частицы жидкости А можно ли и ее разделить на мелкие порции? Безусловно Возьмем еще один стакан и отольем опять часть жидкости И в этот сосуд тоже попала лишь часть жидкости Из чего же состоит вещество? Можно сделать вывод, что любое вещество состоит из частиц Но каков характер, движение, расположение этих частиц Мы узнаем с вами из следующих опытов Ни для кого не секрет, что воздушный шарик, если приложить усилие, можно сжать Но что же я делаю на самом деле? Ведь частиц, количество частиц в этом воздушном шарике сейчас осталось то же самое, что и было А как видите, объем и форма изменились Можно взять самую обыкновенную резинку и, приложив усилие, растянуть ее Я опять изменила и форму, и объем Но количество частиц при этом осталось прежнее С одной стороны, я изменяла объем, сжимая предмет С другой стороны, я изменяла объем, растягивая предмет Можно сделать вывод из этих опытов о том, что между частицами есть промежутки Давайте проведем еще один опыт, наглядно доказывающий, что это действительно так Возьмем медный шарик, который в спокойном, свободном, ненагретом состоянии Легко проходит через кольцо Если же этот шарик нагреть, то промежутки между частицами должны измениться Через некоторое время, когда шарик нагреется, попробуем вновь поместить его в кольцо Что же мы с вами видим? Шар застревает в кольце Можно сделать вывод о том, что его объем увеличился А это действительно доказывает, что между частицами есть промежутки И что эти промежутки могут изменяться, увеличиваться или уменьшаться На этом принципе основано действие самого обыкновенного термометра Столбик которого состоит из подкрашенного спиртового раствора И при повышении температуры раствор начинает увеличиваться в объеме Промежутки между частицами увеличиваются И столбик движется вверх, показывая нам все более высокую и высокую температуру Мы с вами видим различные предметы Это и стол, и доска, и стеклянный сосуд Мы утверждаем, что все они состоят из частиц Но почему же мы не видим эти частицы? Давайте попробуем провести следующий эксперимент Возьмем небольшое количество подкрашенной жидкости И перенесем в сосуд с водой Только лишь небольшое количество И все равно мы с вами видим, что даже небольшая часть частиц Попавшая в этот сосуд подкрашенной жидкости Окрасила всю жидкость целиком Попробуем повторить этот эксперимент Перельем опять небольшую часть жидкости в следующий сосуд Теперь уже количество частиц, попавших в третий сосуд Казалось бы, совсем небольшое Но даже их достаточно, чтобы весь объем воды оказался окрашенным Эти частицы очень малы Итак, за сегодняшнее занятие мы с вами получили три совершенно серьезных и глобальных вывода Все вещества состоят из частиц Между частицами есть промежутки И частицы имеют очень маленький размер Но теперь перед нами встает проблема А можно ли делить жидкость подобным образом до бесконечности? Но это проблема нашего следующего занятия До свидания